Добрый день уважаемые телезрители! Сегодняшняя программа Олгур посвящена итогам 2014 года. В этой программе мы постараемся вам рассказать о наиболее интересных и ярких событиях в жизни ивенков Республики Бурятия в этом ушедшем году. Бурятский государственный университет является кузницей кадров преподавателей ивенкийского языка. С 1991 года на базе Бурятского государственного университета создано ивенкийское отделение, отделение, где готовят преподаватели ивенкийского языка. Сегодня в нашей передаче хотелось бы услышать, что интересного, нового произошло в выходящем 2014 году. И я хочу задать этот вопрос Лизето Федоровне Афанасьевой, руководителю отделения. Что можете сказать нам интересного о своем отделении? В Российской Федерации это третье учебное заведение, где готовят специалистов ивенкийского языка. Институт народов Севера, который готовит таких специалистов с 1925 года, и Северо-Восточный федеральный университет. Эти три вуза непосредственно занимаются подготовкой специалистов ивенкийского языка. Все-таки достаточно много времени существует ваше отделение. Сколько вы подготовили сейчас специалистов на сегодня? Такую статистику вообще вели? Да, такая статистика ведется. Больше 70 специалистов у нас было подготовлено. Многие у нас работают учителями венкийского языка, русского языка. Именно вот в Иркутской области, Забайкальском крае, республике Саха-Якутия. В этом году уже третий курс у нас обучаются студенты из Амурской области. И есть специалисты, которые у нас в Иркутске работают, это в выпуске наше отделение, и обучаются также из Красноярского края на заучном отделении. Насколько высок процент детей, которые пришли, уже зная язык от семьи, что называется? Или вам приходится все-таки обучать венкийскому языку ваших студентов? Те, которые дети приехали из Саха-Якутии, это поселок Енгра, также те, которые приехали из Амурской области, они владеют венкийским языком. И поэтому у нас проблем в этом отношении нет. Но есть, конечно, у нас также, которые не владеют, или не то, что не владеют, а слабо владеют, мы, конечно, у них уже методика обучения другая. — Заканчивая вуз, ваши студенты хорошо владеют, можете сказать, что он действительно может приехать в школу, в село и преподавать венкийский язык? — Да, большинство. — Насколько они хорошо владеют языком? — Безусловно, наши выпускники владеют языком, и они все работают. И я бы хотела бы отметить еще и научные кадры мы готовим. У нас недавно составила защита 26 декабря выпускница нашего отделения Наталья Юрьевна Мальчикитовой, которая защитила кандидатскую диссертацию по базовым линго-культурным концептам и венкийского, и русского языков. — Вот об этом подробнее, потому что это же ваша студентка, насколько я знаю, да? Это руководитель имели непосредственно вы. — Да-да. Наталья Юрьевна Мальчикитова, она приехала из Забайкальского края. Родители ее занимаются традиционным оленивоческим хозяйством. Естественно, она знает хорошо венкийский язык. Поэтому мы с первого курса стали заниматься научной деятельностью. Она у нас выезжала в разные города, также выезжала в родные места, в соседние для сбора материала. Ведь диссертация вся построена у нее на фактическом материале. То есть материалы экспедиционных поездок. И также она ездила за границу к венкам Китая, где набрала также фактический материал. И эти все материалы ей использованы в диссертации. — Можете немного подробнее сказать нам о теме диссертации? Где вообще можно, может быть, посмотреть эту диссертацию, познакомиться поближе? — Тема диссертации называется «Базовые лингвокультурные концепты эвенкийского и русского языков». Вся диссертация у нас выложена в библиотеке в нашей Бурятской государственной университете. Также имеется на сайте ВАК нашей Российской Федерации, на сайте Бурятского госуниверситета. Материалы, они опубликованы. — Кафедра языков коренных народов Сибири работает очень плотно с учителями эвенкийского языка. И в этом году, 10-11 апреля, на базе Баунтовской эвенкийской школы-интернат, мы провели второй конкурс учителей эвенкийского языка Айатко-Алагумни. Если первый такой конкурс мы проводили в 2010 году на базе Улинханской школы, то в этом году на базе уже Багдаринской школы. Но кроме эвенкийского языка в этом году мы привлекли сайотский язык. Была у нас учительница Саровской школы, и вот она участвовала у нас в этом конкурсе. У нас первое место гран-при завоевала у нас Бераулева Ирина Георгиевна. Дальше у нас есть призы и номинации разные. Как должен себя был показать учитель, чтобы носить это название, достойное звание, Айатко-Алагумни, да, лучший учитель? Он приезжает в другую совершенно школу, и он должен показать, как можно вести урок в незнакомой обстановке, со своим материалом. При подавании эвенкийского языка сегодня учителя этого предмета находятся в очень сложном положении. Выделяют часы очень мало. Если мы говорим, что сейчас перешли на федеральные программы, то родным языкам выделяется часов мало. Один час в неделю. Что такое один час в неделю? Это мизер. Потом, также в классах есть, в настоящее время, в некоторых классах есть два ученика, три ученика. Тогда в один класс могут сесть шестиклассники, семиклассники, восьмиклассники, а могут быть и десятиклассники. То есть учитель встает перед выбором, что он должен дать свой эвенкийский язык для учеников разных классов, разного возраста. Поэтому, а что такое предмет, допустим, эвенкийский язык для десятого класса в ЭДТУ РАНМА, сказать в десятом классе и в пятом классе. То есть учитель оказывается весьма в сложных положениях. На ваш взгляд, есть желание у ребенка сегодня современного изучать эвенкийский язык в школе? Действительно есть. Если мы проводим беседы с учениками, встречаемся на олимпиадах школьных, дети приезжают, с удовольствием участвуют. Мы также должны проводить заочные олимпиады. На заочные олимпиады очень много заявок бывает. В разные регионы проводят такие олимпиады. И они также говорят, что много детей в настоящее время желают участвовать в конкурсах и в этих олимпиадах по эвенкийскому языку. Поделиться своими успехами в прошедшем 2014 году мы пригласили на нашу передачу Воронину Анфису Александровну. Анфиса Александровна уже не первый год преподает в Бурятском государственном университете на эвенкийском отделении. Предмет называется ваш? Эвенкийский фольклор. Эвенкийский фольклор и литература. Скажите, пожалуйста, чем можете похвастаться? Что интересного произошло на вашем отделении, может быть, в вашей работе? Ну, нужно сказать, что в целом 2014 год для меня прошел интересно, насыщенно в плане работы и в целом позитивно. Было много мероприятий. Подробно мне бы хотелось остановиться на нашей совместной плодотворной работе со студентами. Нужно сказать, что они у нас не только учатся, но и занимаются научной деятельностью. И поэтому под нашим руководством они участвуют в различных конференциях, научных мероприятиях. Так, мной в прошлом году были подготовлены три студента. Это Воронин Анатолий, Черкова Валентина и Кузьмина Надежда. По разным темам мы подготовили доклады и направили их на Всероссийскую студенческую научную конференцию, которая проходила в феврале в городе Якутске. Их работы заочно участвовали. Еще одним из позитивных моментов, который произошел в жизни нашего венкистского отделения, я хотела бы выделить выпуск, первый выпуск студентов заочного отделения. Это люди уже все взрослые, состоявшиеся, работающие в школах Республики Бурятия. И теперь уже полноценные дипломированные специалисты. Сколько человек выпустилось? Выпустилось у нас четыре человека. Это Степанова Алена из Курумканского района, Вачиланова Майя, также Курумканский район, Курчатова Екатерина, представитель Забайкальского края, и Наиканчина Елена проживает в поселке Учжилинда Баунтовского района. Скажите, все эти люди, они преподают язык? Преподает Наиканчина Елена Юрьевна в школе и преподает в Курумканском районе Степанова Алена Сергеевна. Мы с коллегой Фанасьевой Елизаветой Федоровной выпустили учебное пособие по евенкийской литературе для студентов вузов. Данное учебное пособие издательством Бурятского государственного университета направлялось на книжный конкурс в город Сочи. Ну, нужно сказать, что кроме учебной, научной деятельности и издательской деятельности, мы, преподаватели венкийского отделения, все-таки участвуем в различных конкурсах. И вот так в ноябре 2014 года в Ивенкии проходил конкурс литературно-творческих работ между тайгой и тундрой, посвященной памяти поэта, писателя, патриарха и венкийской литературы Алитета Николаевича Немтушкина. Ну, сами понимаете, что как преподаватель и венкийской литературы я не могла не участвовать в этом конкурсе. И в канун Нового года жюри подвело итоги и оценила, и моя работа удостоилась первого места. Я представляла творческую работу, мое прочтение творчества Алитета Немтушкина. Это было эссе, это было эссе. Ну, а с другой стороны, это очень приятно, приятно, что твою работу высоко оценили на таком уровне, и приятно получать ценный приз. Большое значение в социально-экономическом развитии венкийского этноса безусловно принадлежит общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия. 2014 год для Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Бурятия ознаменался рядом событий, в которых мы участвовали. Это международная выставка «Сокровище Севера» в городе Москва. Это подписание соглашения с общественным движением «Ямалпотомкам», которое перерасло очень яркое событие для нас. Это кочевой форум-фестиваль коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, который состоялся у нас в городе Улан-Удэ, где принимали участие многие субъекты Российской Федерации, в том числе Забайкальский край, Иркутская область, Сахалинская область, Республика Саха-Якутия и Ямало-Ненецкий автономный округ. Основной целью нашего форума было межрегиональное сотрудничество и обмен опытом с другими общественными организациями. Кроме этого, мы организовали семинар для представителей семейно-родовых общин, которые занимаются традиционно-хозяйственной деятельностью, где рассказывали, как нужно создавать в первую очередь сами семейно-родовые общины, какие документы нужно сдавать и рассматривали проблемные вопросы, с которыми сталкиваются коренные и малочисленные народы. Кроме этого, на заседаниях правления ассоциаций мы рассматриваем насущные проблемы. Это проблемы традиционного рыболовства, проблемы охоты, других видов деятельности коренных и малочисленных народов, с которыми сталкиваются у нас коренные и малочисленные народы. Очень продуктивным можно назвать 2014 год для Центра ивенкийской культуры «Арун». В нашей программе мы расскажем лишь о самых ярких событиях. Надежда Шеметова, директор Центра «Арун», выиграла грант президента России по культуре, этот проект в основе которого создание антологии ивенкийской музыки. Сегодня ведется активная работа над этим большим проектом. Еще одно интересное событие – это, конечно же, фестиваль имени Виктора Гончикова. Впервые на нем были подведены итоги первого конкурса новой песни. И сейчас мы представляем вашему вниманию песню, которая заслуженно заняла первое место. «Храбрый охотник Тымауль» – так называется музыкально-пластический спектакль, созданный на основе легенд ивенка в Урятии. Это совместный проект Центра ивенкийской культуры «Арун» и колледжа искусств имени Петра Ильича Киевского. Спектакль получил высокую оценку не только местного зрителя. Отличный спектакль. Я подобного нигде не видел, ничего. И очень мне понравился. Хочу, чтобы вы приехали к нам в уренкийский муниципальный район Красноярского края с этим спектаклем и показали, потому что в нашем районе тоже есть упадок вот этой культуры, вот этого настроя ивенкийского. И очень он важен для того, чтобы поднять дух нашего народа. 2014 год – это уже история. Главное, чтобы хорошие начинания прошедшего года нашли свое логическое продолжение в будущем. Продолжение следует...